Сегодня мы с вами, ребят, поговорим о двух направлениях, которые в настоящий момент работают. Это поправка Лотенберга. Та самая поправка, которую приняли уже 20 лет назад и более, которая позволяет людям, гражданам других государств, не Соединенных Штатов, приезжать и даже переезжать на ПМЖ, получать ГИН-карту и так далее. Эта программа рассчитана на тех, у кого есть родственники в США. То есть, если у вас есть папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра, вы можете спокойно воспользоваться этой программой и переехать в Соединенные Штаты. Чем хороша эта программа? Хороша эта программа тем, что сроки рассмотрения вашего кейса 6 месяцев. Как вообще все это работает? Вот, например, у вас есть какой-то родственник в США. Мы с ним связываемся. Наш представитель говорит, куда ему идти, какие документы подать, что сделать. После того, как он пройдет определенный путь в Соединенных Штатах, вам придет приглашение в организацию, в которой вы будете проходить интервью и рассказывать свою историю. Какая эта история? Отличается ли она от истории, когда вы подаете на убежище? Конечно же, отличается. Здесь по поправке Лаутенберга не обязательно, чтобы были притеснения, не обязательно, чтобы были угрозы, не обязательно, чтобы у вас были проблемы. Обязательные условия – это то, что у вас есть родственники в США, но и есть нюансы, которые мы с вами сможем обсудить в режиме консультации. Сразу скажу, подавать мы не будем в Москве, потому что отношения между США и Россией сейчас не очень теплые, как вы знаете. В настоящий момент консульские отделы посольства США в Москве работают в ненормальном режиме. Также это отражается и на особом режиме въезда в США через всякие разные программы, о которых я вам говорю. То есть мы будем использовать эту программу, но не в России. Где мы будем это использовать, вы узнаете, когда пойдете по этому пути вместе с нами. Второй момент – это программа убежища через Международную организацию по миграции. Кстати, в настоящий момент в Москве эта организация фактически уже закрыта. Через нее мы подавать не будем. Опять же, это будет другая страна, другой город. Итак, убежище через организацию, через некоммерческую правозащитную организацию международного уровня. Та организация, которая наделена властями США, как организация, стоящая между человеком, у которого проблемы, притеснений и так далее в его стране, и страной Соединенными Штатами. Кстати, и многими другими странами через эту организацию можно подать в любую другую страну мира для убежища. Если говорить про США, здесь требования к поручителю, как раз вот те требования, о которых вы всегда говорите, указывая на Мексику. Ну, ребят, это два разных пути. Мексика, там поручитель носит фактически неполный характер своей деятельности, то есть он частично помогает вам, он не подписывается, он не предоставляет формы. Его деятельность, его бюджет, его доход и так далее никто не оценивает. То есть с ним связываются по телефону, подтверждают, что да, есть такой-то человек, у него есть грин-карта, все нормально, он вам поможет. Все, на этом взаимодействие с данным лицом закончено. Здесь требуется поручитель. Требования к поручителю в данное время, в настоящий момент, очень серьезные, но есть возможность этого поручителя разбавить 2, и 3, и 4, и 5, и даже может быть организация. Все это мы сделаем. У нас есть представитель США, который курирует тех людей, которым нужна помощь на той стороне через Лоутенберга, через убежище в своей стране. То есть все мы это делаем. То есть процедура вся та же самая, то есть сначала США, потом вас вызывают в организацию, вы рассказываете свою историю о своих проблемах и так далее. Потому что когда вы подаете на убежище, здесь действительно нужны проблемы. Об этих проблемах вы можете посмотреть на нашем канале Игорь, очень хорошо об этом рассказывает. Кстати, вот сейчас, как раз сегодня мы, Игорь, делал видео по поводу Казахстана, вот по поводу Украины, по Кыргызстану и по Узбекистану вы можете посмотреть аналитику в наших предыдущих видеороликах. Итак, ребят, программа Лоутенберга работает, программа убежища через свою страну, не выезжая из вашей страны, работает. В первом случае 6 месяцев, во втором случае 1,5-2 года. Мы подаем, мы вас полностью курируем и на той стороне, и на этой стороне, и вы благополучно уезжаете в США. Дальше через полгода у вас будет грин-карта. Процесс на самом деле он намного упрощеннее, чем если вы подаете, допустим, через Мексику, либо через Гуам-Сайпан. То есть все намного легче, просто время. Для кого-то это подходит. Особенно, ребят, опять же говорю, если у вас есть родственники в США, прямые родственники, воспользоваться поправкой Лоутенберга и въехать в США, это то, чем можно воспользоваться. И не обязательно иметь еврейскую национальность, потому что поправка Лоутенберга, она сориентирована на лица еврейской национальности. И вот что дальше, это все можно узнать в нашей консультации. Звоните, пишите, подписывайтесь на наш канал и пользуйтесь всеми возможностями для иммиграции, ребята. И этих возможностей очень много. Всем всего доброго, пока.